Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о ручной баллисте, которую можно легко найти практически в самом начале игры, и о том, где и как доставать болты к этой баллисте, потому что с болтами в начале игры начинаются проблемы. У меня в наличии есть четыре вида болтов для баллисты. Это самые обычные болты, которые можно покупать у торговцев по пять штук, а после на плато Альтуса, я позже покажу, где, можно их покупать в неограниченном количестве. Эти виды болтов для баллисты я нашла в игре, они лежали где-то в каком-то виде лута, к сожалению, не подскажу, где эти тоже, а костяные болты можно производить. Чтобы производить костяные болты для баллисты, необходимо найти рецепт, где я покажу позже, а использовать для их производства нужно большие косточки, которые падают из крупных животных и иногда падают из больших черепах. А чтобы получить рецепт для изготовления болтов для баллисты, нам нужно попасть в озерную Лиурнию, в церковь Белума и побежать к торговцу, у которого будет соответствующий рецепт. Вот он у нас здесь сидит. Привет, братишка. Да, это опять я. И вот это был у него рецепт. Книга рецептов номер 13. Болты в неограниченном количестве. Болистия мы можем купить на окраинах столицы. Леенделла у торговца-отшельника. Привет, дружище. Вот у него эти болты по три сторон за штучку. Ну, теперь давайте попробуем пострелять из нашей громадины по вот тому большому чуваку. Берем баллисту в руки, заряжаем сперва наши волшебные стрелы. Итак, целимся в плечо и получаем 469 единиц светового урона. Заряжаем взрывающиеся болты. Так, целимся в то же место. 459 единиц, то есть урон примерно сопоставим. Следующими берем костяные болты, которые мы можем производить. Целимся в плечо туда же. 297 единиц. И закончим тестирование обычными болтами для баллисты. 503 единицы. Итак, подытоживая, делаем главный вывод, что хотя баллисту мы находим в самом начале игры, пользоваться ей нормально, можно будет только когда уже дойдем до плато Альтуса, практически до самой столицы. Болты, которые мы находим к ней, гораздо более эффективны, чем болты, которые мы можем делать по рецепту. Ну и, естественно, бесконечное количество самых обычных болтов дает нам очень-очень неплохой урон, из-за чего далее можно использовать эту баллисту. Ну, буквально сколько угодно, кто любит такой тип оружия. Единственное, что у нее минус, в отличие от луков, в отличие от обычного арбалета, что с ее помощью нельзя стрелять, сидя на коне, только стоя на земле. И для того, чтобы найти эту прекрасную баллисту, нам нужно попасть на плачущий полуостров, пересечь мост жертвы, и вот по карте левее стоит башенка, это лесная сторожевая башня, нам туда и надо, баллиста будет на самом верху. Итак, побежали, сейчас мы все найдем, ускоряемся, потому что здесь довольно далеко бежать. Вон, вдали у нас виднеется нужная башня, сейчас здесь будут некоторые противники, и цветочки вонючие, отравляющие, попробуем это все проигнорировать. Нам просто нужно наверх. В себя брось, нечего у меня бросаться. Залазим. И вот мы на месте, уничтожаем противника с одного выстрела. И вот этот сундук, из которого в прошлом мы очень успешно достали эту баллисту.